здравствуйте друзья меня зовут артик и я рассказываю о том как быстро легко и правильно ремонтировать автомобили сегодня в работе skoda roomster 2009 года выпуска с бензиновым двигателем семейства EA111 объемом 1.6 литра с буквенным обозначением BTS и проблем неисправность которую мы сегодня будем устранять очень часто встречается на данном двигателе и его модификациях с буквенным обозначением CFNA, CFNB и CLSA а именно это течь антифриза из подвпускного коллектора грубо говоря это болезнь одна из болезней данных двигателей течь антифриза бывает поначалу незаметно антифриз очень медленно вытекает из проблемного элемента этот элемент у нас не виден при осмотре двигателя то есть он установлен так что его можно увидеть только демонтировав пускной коллектор что это за элемент как его заменить как устранить неисправность и главное как не попасть на не нужно ремонт почему не нужно и потому что часто бывает что стекая антифриз попадает на пластиковую трубку которая идет от водяного насоса и по трубке дотекает до водяного насоса и стекает уже по блоку цилиндров в районе помпы и не не зная часто механики приговаривают не только механики чаще даже сами клиенты приговаривают водяной насос после замены водяного насоса течь антифриза остается уровень охлаждающей жидкости в бачке падает и колупают дальше ищут неисправность так вот чтобы вы не попадали на ненужный ремонт данное видео будет вам пособием и обучающим материалом в плане решения данных проблем в общем переходим к ремонту менять сегодня будем подогрев или как правильно сказать теплообменник подогрева вентиляции картерных газов на данном двигателе если данное видео вам понравится особенно если оно будет чем-то полезно для вас не забывайте ставить лайк подписывайтесь на канал если еще не подписаны пишите комментарии выкладывайте ролик в социальные сети переходим к дефектовке и ремонту посмотрим на нашу проблемку как видите у нас в курсном коллектор висят капли антифриза вот здесь вот на пластиковой трубке подачи антифриза с водяного насоса также у нас видим капли и если присмотреться вот там вверху нотшланджик видите вот он пошел на бачок расширителями также на нем капельки висят так сейчас будем разбираться в чем проблема проблема в принципе это довольно распространено на двигателях с объемом 1.6 литра объемом 1.4 бензиновых везде где у нас установлена вот именно такая система подогрева картерных газов сейчас конечно же пошагово все покажу расскажу в чем причина но начнем с чего будем снимать впускной коллектор полностью и сразу чтоб потом нам сюда не возвращаться вот этот штокер также снимем с датчика штокер у нас стандартный volkswagen group сначала перед тем как стягивать как всегда говорю надавливаем в сторону закрытия надавили после этого нажимаем язычок тянем на себя потом уже стягиваем так штокер сняли здесь снизу нам по идее больше ничего не надо будет перед тем как автомобиль опустить солем антифриз я уже все подготовил сверху пробку с расширительного бочка открутил здесь у нас защитка небольшая стоит на саморезиках все просто проблем нет и на нижнем патрубке радиатор у нас видим кран для слива антифриза поворачиваем его против часовой стрелки чуть-чуть вытягиваем на себя но так как он миллион лет не откручивался чуть-чуть пришлось поразрабатывать все теперь спускаю на сливается мы пока автомобиль опускаем как видите у нас установлен здесь газ и начнем но именно с газовой системы для начала откручиваем хомут стягиваем шланг с планки форсунок убираем шланг в сторону откручиваем болты крепления планочки от кронштейнов и сами кронштейны также демонтируем чтобы они не мешали далее снимем штекеры с газовых форсунок они у меня помечены видите здесь на проводах номерки их я не перепутаю то есть при установке если никаких меток нет конечно советую проставить нумерацию чтобы в момент сборки у нас не было проблем какой штекер на какую форсунку снимем штекеры плюс вы щелкнем патрубок забора воздуха отсюда с передней части автомобиля нажимаем на эти квадратики нажимаем и часть патрубка вытягиваем сторону двигателя у нас еще такие же крепления видим здесь по сторонам также необходимо будет нажать и просто выщелкиваем поднимаем вверх убираем шланг который у нас идет с двигателя на корпус воздушного фильтра без разницы с какой стороны на двигателе просто установлен такой штуцер на выход шланг одет и здесь мы видим шланг одет на клапан можем клапан аккуратненько пытаться достать из корпуса воздушного фильтра или стянуть с посадочного двигателя если мы достаем клапан очень аккуратно чтобы не сломать стараемся не тянем за выход там где у нас одет шланг аккуратненько помогаем с противоположной стороны с этой очень аккуратно и с противоположной стороны корпуса воздушного фильтра выщелкиваем шланг адсорбера из посадочного на корпусе фильтра он просто вытягивается в сторону ближе к глобовому стеклу туда никаких проблем нет и вот это пластиковое крепление которое соединяет между собой топливный шланг и шланг адсорбера также рассоединяем можем его оставить просто на допустим шланги адсорбера чтобы не потерять не забыть но главное рассоединить все у нас все подготовлено сейчас демонтируем корпус воздушного фильтра у нас сидит на подушечках на посадочных аккуратно приподнимаем с одной стороны со второй выщелкиваем и достаем его вот на этих подушках направляющих и на дроссельную заслонку на здесь уплотнительная единочка но все легко достается далее снимаем штыки с дроссельной заслонки с клапаном адсорбера выщелкиваем жгутик с посадочного на впускном коллекторе просто приподнимаем его вверх и нам дроссельную заслонку необходимо открутить четыре вот точки крепления под только 130 и убрать ее потому что нам она чуть-чуть прикрывает доступ к одному из болтов крепления впускного коллектора штыки у нас стандартная все force 1 групп не забываем перед тем как нажимать здесь на язычок всегда надавливаем штекер в сторону закрыть нажимаем после стягивания шланг адсорбера вместе крепление его на впускном коллекторе достаем после клапана также шланжик крепление достаем и шланг видите у нас просто одет на выход на впускном коллекторе также аккуратно чтобы не сломать сам выход поможем максимум отверточкой аккуратно стягиваем шланг выводим его в сторону далее перейдем к топливной планочки с форсунками у нас два варианта есть мы в принципе можем снять впускной коллектор вместе с топливной планкой выщелкнув только рассоединив штекеры выщелкнув проводку из посадочного проводку убрать сторону но к топливную топливный шланг все равно придется отсоединить второй вариант мы можем проводку не разсоединять все два болта попробовать выщипнуть планку вместе с форсунками из коллектора и вместе с проводкой опять же рассоединив шланг убрать это все сторону я хочу попробовать сначала откуда болта если планочка с форсунками без проблем выйдет посадочных то мне так кажется проще сделать чем рассоединять здесь все отдельно выщелкнув проводку поэтому попробую с планочкой хочу продуть здесь все от пыли грязи отверстие на коллекторе обязательно закрываем выдуваем чтобы у нас после ничего внутри не попадала когда мы форсунки достанем а теперь откручиваем два свои закрепления под торг 130 и пробуем смотрим пойдут ли у нас форсунки так форсунки достались посадочно именно из посадочных в коллекторе туговато идут но в принципе все все вполне вполне реально достать не особо сложно и теперь чтобы вывести на всю сторону вместе с проводкой и со шлангом нам необходимо разъединить топливный именно шланг от трубки который идет с байка здесь у нас быстро съемчик вот здесь у нас такая стопорная часть вот она нажимается опять же всегда советую в сторону закрытия сначала надавливаем чуть-чуть чтобы прослабить зацепление нажимаем и по после рассоединяем аккуратненько покручивая как всегда все и топливная планочка вместе с проводкой у нас отправляются в сторону пластиковые крепления которые соединяют между собой два шланга системы охлаждения рассоединяем опять же на одном из шлангов крепление можно оставлять чтобы мы под него не забывали и не перепутали где какое стоит в каком месте и данное крепление которое соединяет шланг системы охлаждения и пластиковым этот вот воздуховод вентиляции картерных газов также необходимо раскрыть рассоединить и теперь данный воздуховод вентиляции картерных газов вместе с мембранным клапаном откручиваем и также в сторону чуть-чуть убираем для чего мы это делаем потому что он нас видите перекрывает один из болтов крепления впускного коллектора на плюс нам будет удобней работать и демонтировать коллектор потому что если нет соединим вот здесь именно не открутим мембранный клапан видим идет пластиковый воздуховод вторым концом этот воздуховод защелкнут на тот элемент которым будем менять то есть на этот вот пластиковый радиатор куба говоря подогрева прогрева картерных газов за это он и отвечает чтобы газа у нас не замерзали не сами газы а конденсат который там образовывается нет не замерзал и данный мембранный клапан крепится с при помощи двух болтов видите один с противоположной стороны 2 оба они у нас под только 130 достаем его из отверстия посадочного на передней крышке двигателя все по этой стороне у нас все разобрана еще вернемся там пару нюансов противоположное и уже будем откручивать пустной коллектор с этой стороны нам необходимо рассоединить трубочку пластиковую которая идет у нас на вакуумный усилитель тормозов опять же можем как с пустного коллектора ее стягивать так и с вакуумного усилителя на вакуумном усилителе не особо видно стоит так точно такой же клапан тоже г-образный как и здесь если тянем за него окружно ложной стороны помогаем потому что если просто тянуть упираться пытается достать очень часто ломается воде в месте перехода выхода на сам корпус корпус клапана в идеале конечно снять и здесь и здесь убрать трубку в сторону она нам так мешать не будет абсолютно смотрите а именно с посадочного на впускном коллекторе мы трубку стянули уплотнительная резиночка осталась на выходе перед тем как трубку эту устанавливать на место резиночку необходимо снять и установить вот сюда в посадочный тогда у нас очень легко и просто все устанавливается вот так резиночка выглядит это устанавливаем ее в отверстие и все нам останется просто установить ее на выход из впускного коллектора и есть у нас еще один маленький шланжик здесь снизу также его стягиваем и теперь уже да если бы у нас газа конечно не было вот тройничков этих у нас бы шланги еще были установлены в посадочной здесь но так как установили тройничок чуть-чуть шланги натянуты которые уходят на редуктор вот этих не должно быть здесь то у нас видно они не очень хотят и скрепиться поэтому вот так стране торчат а так если бы были конечно надо было бы еще вот еще здесь с посадочной но как понимаете такая мелочь все переходим к откручиванию болтов крепления вкусного коллектора и демонтируем сам коллектор даже нет мы его полностью демонтируем потому что нам будут мешать еще шланги системы охлаждения нам его необходимо в первую очередь перевернуть чтобы добраться до подогревателя картерных газов в общем откручиваем болты вкусного коллектора сейчас покажу где они располагаются и чем мы будем их крутить ну вот наши болтики 1 2 3 4 5 и вот здесь он будет 6 отверстий 6 болтов там не помню есть нет нету 6 болтов видим тут чуть-чуть мешает возможно придется стянуть как минимум шланг увидим за болт наверно будем последний откручивать чтобы нам не надо было его доставать печально конечно и здесь и здесь очень печально да уж ну что сделать звезда m8 пока откручиваем все болты кроме вот этих двух дальше будем смотреть я все болты открутил кроме этих двух пробуем попробую хотя бы сорвать их аккуратненько по очереди один-второй крутить приподымая коллектор эту шланги раскрою хомутик и стену шланги будет побольше места как минимум толщину шланга поудобнее будет становиться звезда да место стало побольше но не факт конечно все что все равно болт выкросться полностью возможно шляпка будет упираться в этот выход штуца закрученной но нам хотя бы чтобы болт крутился да упирается сейчас второй открутим на такое же количество оборотов отодвинем корректор и полностью болты выкрутим все у нас готово эти хомутики надо снять чтобы не потерялись приподнимаем коллектор переворачиваем и вот он наш виновник торжества далее нам необходимо снять шланги системы охлаждения с данного подогревателя стандартные у нас тут пружинные хомутики сжали шланги стянули 1 2 и теперь уже можем достать пустный коллектор здесь нам чуть поудобнее будет чем там внутри работать сдавливаем быстросъемчик то есть эти ребристые части нажимаем аккуратненько покручиваем стягиваем воздуховод ну вот так у нас быстросъем стопор работает нажали стопорные зубчики разошлись и аккуратненько стянули и что же осталось два самореза вот раз-два поток 120 откручиваем из посадочного подогревателя демонтюры и вот у нас внутри стандартная проблема у нас лопнул шов именно запчасть лопнула по шву склейки и конечно антифриз у нас постоянно стекает по впускному коллектору видно у нас капли были уже сильно течет бывает что не особо видно потому что антифриз успевает испариться здесь на впускном коллекторе на двигателе тут еле-еле мокрит но видим здесь уже довольно сильно охлаждающая жидкость уходила посмотрим у нас новую запчасть сейчас сравним со старой новый подогреватель у нас вайка номерочек вот пожалуйста как видим отличий у нас никаких нет все замечательно устанавливаем новый элемент на свое место закручиваем саморезы крепления устанавливаем трубку вентиляции вместе с мембранным клапаном заводим коллектор в район установки и подсоединяем шланги системы охлаждения у нас все готово установки коллектора собираем уже наживляем первую очередь вот эти два болта и потом остальные болты эти я не зажимал еще просто поджал у нас видите коллектор еще чуть-чуть двигается они слегка поджаты оставшиеся болты наживляем и теперь уже все болты крепления коллектора мы стягиваем усилием 20 минут на метр зажимаем как всегда двигаемся от центра к краям коллектор установлен и зажат нам в принципе осталось собрать все навесное что мы разбирали там уже не так сложно сейчас уже будет конечно же сборка но в ускоренном варианте нам останется залить антифриз после сборки и проверить систему охлаждения на подтекание что же ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами была всегда встречи пока по кусочкам и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok